Есть новая книга истории для 11-х годов в России, и он имеет 400 пляж и 600 пляжей о Северном и Украине. Я буду спросить русских, если Северный — номер один враг России. США полны решимости воевать. Как говорят американцы, так и написали, представляете? Запад — это враг номер один для России для вас, как лично? Да, пожалуй, так. НАТО — военная угроза от них. Россию они никогда не любили. Кстати, вот про НАТО. Там тоже есть в учебнике. Если бы Украина вступила в Украину... Если Украина, у которой присоединился НАТО, провокировала милитарный конфликт в Криме или Донбассе, то, на основе НАТО-чартера, Россия будет находиться в войне с всеми членами Блоком Северной Атлантики, из Украины в Европе до Германии и Франции. Это, возможно, будет конец цивилизации. Это не позволит произойти. Классно? Я не хочу это комментировать. Это какая-то ерундень. Вы как лично считаете? Это враг номер один? Наверное, на данный момент. А почему? Это... Это... Я в политику не лезу, поэтому не надо. Почему абсолютно большинство граждан России поддержалось в виде этого... Да, я понимаю, о чем вы говорите, но я отказываюсь вам. Да, что такого? Как относится к нам? Негативно. Должны быть объективные, а не... Соответственно, там необъективные данные. К сожалению. В первую очередь нужно именно патриотическое воспитание. Патриотическое, это что значит? Кто такие патриоты? Любовь к родине. А, кстати, кстати. В учебнике там так и написано то, что... Готовы отдать жизнь за родину? Если нужно будет, пойду. Я думаю, что да, я недавно вернулся со СВО 1 марта. Именно оттуда. Ага. Я был на Донбассе, Луганске, защищал нашу страну, Россию. Я считаю, что на самом деле они... Наш враг номер один в связи с тем, что в данный момент происходит. Ну, в деталях вкратце, например, введены всякие санкции, всякое остальное, нам не поставляется много чего. Я думаю, что в принципе нам это и не нужно. А санкции же они ввели как раз из СВО? Да. В связи с этим они это и сделали. А СВО это они начали? Я думаю, что да, потому что это очень долго все копилось и накапливалось, учитывая то, что показывали по новостям и из того, что говорили люди там, Украина начала это первыми. Они начали обстреливать Донбасс, Луганск. Зачем? Люди мирные страдают. Вот такой вот представитель всех народов нашей огромной страны. Если по-человечески, это, конечно, СЮР полный абсолютно. Вот. Если фактологически понятно, что государство какую-то политику определённую введёт, и это, в общем, ну, совершенно очевидно. Очень грустно, на самом деле, что учебник истории не про историю в смысле фактов, а про историю в смысле того, как тебе правильно мыслить. Я не знаю, что здесь сказать. Это просто идёт пропаганда, да и всё. Молодёжь-то вроде не тупая. На них не подействуют эти учебники? Ну, я думаю, нет. Для вас это враг номер один? Я нейтрально отношусь к этому. Я патриот своей страны. Что это значит? Ну, я люблю Россию. У меня нет никогда такого, что я буду в какой-то плохой политической ситуации говорить, этот лучше, этот круче, а этот плохой, ну, как-то я нейтрально стараюсь относиться. Ну, Россия — это что? Россия — это правительство? Это президент? Это... Ну, конечно, это президент. А, Россия — это президент? Ну, всё же зависит от президента. Он же глава страны. Ага. То есть любите президента, получается? Патриот — президент? Ну, ***. Я, да. Я патриот своей страны. Это плохо? Ну, и что касается вот патриотизма. В учебнике написано то, что это всегда присуще было русскому солдату. Возможно. Мне кажется, да. А те, кто не хотят, они, наверное, западные агенты. Ну, нет, почему? Ну, человек не хочет пойти и погибнуть просто так, из-за того, что у кого-то политические терки. Это же нормально. Нет, я же говорю, меня политика не интересует. Я вообще не занимаюсь политикой. Почему? Ну, а если бы вы были в одиннадцатом классе, вам бы учитель спросил там, почему абсолютно большинство граждан России поддержало СОО? Это вопрос учебника. Вы бы что сказали? Я не интересуюсь. Да. Абсолютно верно. Ну, это пятерка была бы, наверное. В Украине нужно помнить, что есть фейки. В общем, вот вкратце то, что... И также, когда вы узнаете на интернете информацию о ситуации в Украине, remember, что в мире индустрии, что генерирует фейки, фейки видео, фейки, 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 фейки. И они энтузиастико генерируют все различные фейки. Поэтому, будь осторожен! Думайте, почему они выпускают такие новости, и кто получит их деньги? Кто оппозиция, инфлюенсеры, популярные блогеры, и так далее, работает? Думайте, люди в классе, видимо, могут обсуждать это, а в России нельзя это обсуждать, наверное. Нет. Совсем рассчитано на зомбированных людей, которые смотрят телевизор, и, по сути, все равно мы отвечаем за своих детей, родителей. И надо фильтровать образование в любом случае. Показать, вот со своей точки зрения, это враг номер один для России или нет? Да. Абсолютно верно. Почитайте историю, посмотрите, что происходило все это время между нашими странами, дипломатические отношения и так далее. А вот можете рассказать подробнее, вот для тех, кто не знает, почему они враг, что они делают? Ну, как, во-первых, все страны, не все, большинство стран под их им игом находятся. Столько войн они сделали, столько людей погибло, что их сейчас политика, это вообще просто ни в какие рамки не лезет уже. В общем, там, давайте я вам проведу примеры, вот с этого учебника, там сказано, что Запад устраивал провокации в Чехословаке. Новый чехословак лидерсип планировала глубокую экономическую реформу и состоялась на либеризацию общества. В общем, кончатки украинской новой милициальной тактики. по крайней мере, впечатление хорошее. Да, мне так кажется, потому что дети должны все-таки знать, а не ходить все в розовых. Как говорят американцы, ничего личного, это просто бизнес. Нет, ну это пропаганда, понимаете, как бы, все это, понятное дело, что, по сути, так оно и есть. Учебники истории прямо написаны. Учебники истории, для детей этого быть не должны, я считаю. Люди должны сами формировать свое мнение о происходящем. Потому что изначально, ты понимаешь, что ты живешь в стране военных. Типа, твой пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедушка однажды пошел в армию 14 лет. Типа, тебя это в крови. Ты реагируешь на все, что происходит. То есть, ты это делаешь не потому, что там Владимир Владимирович проснулся утром, типа, а давай ебанем. Типа, это, ну, что-то все-таки в каком-то, ну, это было, типа, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Я просто говорю, почему ты начал говорить про НАТО, Украину, я просто немножко дополнил к ситуации. Ваши слова нужно сюда добавить. То, что ты просто понимаешь, что ты реагируешь. То есть, у тебя в крови это. В общем, как-то так. Диссиденты и неформалы. То, что, в общем, это все западные вот эти агенты. Слушайте. фейки везде. Я не знала, что есть такой учебник. Да. Давай в интернете информацию. Будьте готовы, что там фейки всякие. Ну, красные здесь выделены. Ну, слушайте, фейки везде. И со стороны Украины, и со стороны Америки. Да. Каждый показывает то, что ему выгодно для своего народа. И, как бы, думать, что кто-то не врет, это нелогично. И нас обманывают, и их обманывают. Не договаривают правду. Это же всегда так было. Пятерку бы поставили, если бы вас учитель истории спросил. Ну, вот последний, тут видите, почему абсолютно будет, что граждан России поддержал особо после вот этого текста. Почему большинство, многие против? Ну, либо поддерживать, либо как? Либо, давай едьте туда, в Европу, поддерживая их, как у нас это моды говорить. Насколько такие два выбора, да? Да, да, да. Ну, как бы, я не думаю, что, типа, если бы ты сказал, что я против, вот обычно тебе сказать, что он против, и что его, типа, закроют, или что будет? Ну, а кто вот у нас в стране вырастет после таких учебников? Патриоты, естественно. Как? Кто вырастет? Самые верные люди. Патриоты, это кто такие? Ну, вот те, кто должны бороться с фашистами. Там, кстати, написано то, что отдать жизнь за Родину, это всегда было... Высшее благо. Высшее благо. Да, чуть ли не так написано, да. Может быть, в чем-то Россия не права, я не спорю. Где-то, может быть, перешла какие-то границы, рамки и так далее. Но во всяком случае, я не думаю, что Россия это сделала по своей какой-то инициативе, что вот ей захотелось, и она пошла и сделала. Нет. Запад провоцировал, наверное. Я думаю, что, скорее всего, так и было, да. Что Россия сама по себе не могла, вот там, мне захотелось, и я пошел. Не может такого. В учебнике так и написано, то, что Запад провоцировал, там, на то, чтобы в Чехословакию войти, вывести в Аскай, в Афганистан, в Украину. Это все время Запад. Оно, в принципе, так и есть. Только чего они добиться хотят, вот мне интересно до сих пор, что они хотят, что им нужно. Во всяком случае, Россия в данный момент, во всех своих действиях права, потому что она защищает свои интересы, она защищает свой народ, и то, что здесь люди спокойно, мирно живут и ходят, ездят на работу. Ну, дроны недавно падали. Я думаю, что это провокация. Запад опять. Это реально провокация, да. Скорее всего, здесь где-то есть среди нас эти самые люди, которые оттуда с Запада или с Украины, и вот эти дроны запускают. Я думаю, что это так и есть. Зачем просто это делать? Просто вот зачем? Единственный вопрос. Такие уникальные times не часто случаются в истории. После депутата военных компаниях, многие рынки открыты и стартапы открыты. Фантастические возможности для бизнес-карьеров и стартапов открыты. Не забывайте эту возможность! Россия сегодня действительно в стране о ПОЛТОНИТИЕ!